Непрекращающиеся стихийные бедствия. Откройте атлас, голова болит. Дело в том, что многие препараты растительного происхождения, они как применялись еще с дальних времен, так и до сих пор своей актуальности не потеряли, они очень эффективны. Как русским расплачиваться за границей? Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Алина Халимова. 2 марта в Малом зале культурно-спортивного комплекса Казанского федерального университета УНИКС прошел марафон общества знания. Мероприятие было посвящено открытию года педагога и наставника. В качестве спикеров выступали учителя, а также преподаватели. О своем педагогическом опыте рассказала и заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева. Учитель всегда будет важным для тех, кого он учит, для тех, ради кого он пришел в профессию. Если говорить обо мне, то решение стать учителем я приняла в 6 лет. Сейсмолог из Нидерландов Фрэнк Хугербиц прогнозирует серию разрушительных землетрясений в ближайшие дни. Катастрофа, по его мнению, произойдет около 3-4 или 6-7 марта. Можно ли заранее предугадать землетрясения? Разбиралась в этом вопросе моя коллега Азалия Кутлахметова. Сейсмолог из Нидерландов Фрэнк Хугербиц прогнозирует серию разрушительных землетрясений в ближайшие дни. Сближение к критической геометрии планет около 2 и 5 марта, по его мнению, может привести к большой или даже колоссальной сейсмической активности. Возможно, даже к мега-землетрясению около 3-4 или 6-7 марта. Однако не все эксперты считают, что можно вот так верить прогнозам. Проректор по направлениям нефтегазовых технологий, природопользования и наук о земле Казанского университета Данис Нургалиев утверждает, предугадать такое природное явление заранее в настоящее время невозможно. У нас нет настолько данных о том, чтобы, скажем, вот так сказать, что вот такого числа будет такое землетрясение, неизвестно где, но на земле. Может быть, не будет такого землетрясения. Может быть, 100 миллионов маленьких землетрясений произойдет в разных местах, да? И как бы это все рассосется, вот эта неоднородность. То есть, сказать о том, что вот именно одно, по сути, не произойдет, это невозможно. Как отмечает доктор-геолога минералогических наук, Земля — это гигантская масса, которая вращается с огромной скоростью. При малейшем воздействии на планету энергия Земли может выделиться в виде землетрясений, вулканов или других природных катастроф. Есть разные способы прогнозирования. Изменение гравитационного поля, выстраивание планет в одну линию и так далее. Но это все лишь предположения, а не точные данные. В данном случае, говорит Огуль, о том, что вот будет землетрясение какое-то, ну, любой человек может так сказать. А может угадать, может не угадать, да? Как это? Вы выходите на улицу, смотрите, идет, спрашиваете, какая вероятность того, что вы встретите динозавра? Знаете, говорит, ну, либо встреча, не встреча, либо 50% угадает, да? Землетрясения с магнитудой 8 баллов происходят в среднем на нашей планете один раз в год. С магнитудой 7 — 17. Такие землетрясения произошли в Турции и Сирии. С магнитудой 6-7 баллов порядка 130 событий в год. 5-6-бальные землетрясения — около тысячи. Азалия Кутлахметова, Адалина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюз. В Казанском федеральном университете прошла встреча делегации Республики Казахстан с сотрудниками вуза и студентами-согражданами. Подробности смотрите в сюжете Евы Малиновской. В Казанском федеральном университете состоялась встреча руководства вуза с делегацией Республики Казахстан во главе с политическим и общественным деятелем Муратом Ауэзовым. Сотрудники университета провели гостям экскурсию по музею истории, который насчитывает более полутора тысяч экспонатов. Основной раздел посвящен науке, знаменитым выпускникам и участию университета в общественно-политической жизни страны. Сама встреча началась с приветственных слов и представлений участников делегации. К нам приехал сын Мухтара Ауэзова, Мурат Мухтарович Ауэзов, президент фонда имени Мухтара Ауэзова. Об этом человеке, о нашем госте можно очень долго и много говорить. Мероприятие посвящено двум событиям – презентации перевода на татарский язык произведений известного казахского писателя Мухтара Ауэзова и приезда его сына в качестве главы делегации. Начиная с 2007 года Мурат Ауэзов является президентом фонда отца. На встрече он говорил об истории своей семьи и затронул тему сохранения памяти. Серьезный фактор – то место, где родилищество и родители здесь, недалеко от Казани, на территории Пермской губернии, в свое время получили место для проживания сподвижники Шамиля. Основной целью визита стало обсуждение совместных образовательных программ. Казанский федеральный университет уже длительное время успешно сотрудничает с Республикой Казахстан в сфере образования. Совместная деятельность предусматривает общие научные проекты, студенческий обмен, а также обмен аспирантами и молодыми учеными. На начало 2022-2023 учебного года в КФУ обучаются более 500 студентов из Казахстана. Ева Малиновская, Алина Красильникова, Фарид Захитуглы, Универньюз. В 2023 году у российских туристов появилась новая проблема. Теперь в зарубежных странах нельзя расплатиться российскими банковскими картами, а также снять с них деньги. Брать с собой крупную сумму наличными гражданам Российской Федерации страшно и неудобно. Что с этим можно сделать, расскажем далее. С начала специальной военной операции Россия попала под действие западных экономических санкций. В первую очередь от них пострадала банковская система страны. Сокращены ее возможности в плане международных расчетов. В марте 2022 года прекратились обслуживания банковских карт, виза и мастер-карт, которые были выданы в России. Для российской экономики эта ситуация не критическая. В конце концов, если люди будут меньше тратить денег за границей, то от этого российская экономика только выиграет. Карты каких банков работают за границей? Вопрос, который возникает теперь перед каждой зарубежной поездкой. Ситуация постоянно меняется и вводятся новые ограничения. Но в то же время находятся различные альтернативные варианты. Что касается карт МИР, то это наша внутренняя национальная платежная система. Карты этой системы принимаются в очень небольшом количестве стран. В первую очередь это страны ближнего зарубежья. Также пока не отвернулась от российских банков китайская платежная система UnionPay. Выпуск карты стоит в районе 3000 рублей. Также данную сумму нужно будет отдавать банку раз в год за обслуживание. Комиссия за снятие наличных в других странах составляет около 2%. Эта система выполняет почти такие же функции, как и виза и мастер-карт. Но по своему покрытию полностью не может сравниться с ними. Китайская международная платежная система охватывает 181 страну, что меньше, чем виза или мастер-карт. Карты UnionPay выдаются в России очень небольшим количеством банков. И обслуживание таких карт обходится достаточно дорого. Тем не менее, если есть необходимость в поездке в страну, где такие, то их можно действительно использовать для того, чтобы избежать проблем с оплатой за границей. Китайская система может закрыть потребность в большинстве заграничных поездок. Однако лучше перед оформлением карты UnionPay в отделении банка уточнить, работает ли карта в стране, в которую вы собрались. В феврале 2023 года вошедшие в очередной пакет западных санкций банки «Зенит МТС Банк Санкт-Петербург» предупредили о вероятном прекращении работы их карт UnionPay за границей. Что касается альтернативных, кроме банковских карт, возможностей оплаты за границей, то в первую очередь это наличные на данный момент. Это наиболее надежный, наиболее простой способ, который невозможно заблокировать. Для граждан Российской Федерации есть возможность открыть карту через Казахстан. Однако все не так легко, как кажется. Необходимо приехать в Республику Казахстан по загранпаспорту со штампом. Желательно оформить местный номер мобильного телефона. Получить индивидуальный идентификационный номер, аналог нашего ННН в ЦОНЕ. Подождать три дня, посетить выбранный банк и дождаться получения карты. Азали Кутлахметова, Аделина Абдрахманова, Универньюз. В детстве многие использовали подорожник в качестве разменной монеты. Однако не стоит забывать, что это действенный обеззараживатель ран, порезов и ожогов. Институт фундаментальной медицины и биологии Казанского Федерального университета решил изучить лечебные свойства растений и отразил исследования в атласе лекарственных растений. Подробности смотрите далее в сюжете. Ученые кафедры ботаники, физиологии и растений Института фундаментальной медицины и биологии Казанского Федерального университета разработали атлас лекарственных растений Республики Татарстан. В ходе работы над проектом было проведено исследование, как изменяются лечебные свойства растений в зависимости от перемены окружающей среды. Главным результатом стала разработка ценного в медицинском отношении сырья, которое можно будет использовать в терапевтических целях. Дело в том, что многие препараты растительного происхождения, они как применялись еще с давних времен, так и до сих пор своей актуальности не потеряли. Они очень эффективны, меньше к ним возникает привыкания по сравнению с химически синтезированными препаратами или антибиотиками. По словам доктора биологических наук Ольги Тимофеевой, в рамках работы над справочником ученые собирали информацию о том, какие части у того или иного растения можно использовать для создания лекарственного средства, в каком виде применять и какие типы заболеваний можно вылечить. У нас интересные работы были по химическому составу клевера, лугового клевера, белого, составили целые карты, скажем так, химического состава клевера в зависимости от региона произрастания. Реализация проекта «Атлас лекарственных растений» началась еще в 2021 году в рамках гранта Российского фонда фундаментальных исследований. Тогда биологам Казанского федерального университета удалось доказать, что одни и те же лекарственные растения сильно различаются по фитохильмическому составу в зависимости от места их произрастания. На данный момент «Атлас» можно найти в библиотеках Татарстана и Москвы. В скором времени планируется создать электронный ресурс, на котором не только будет размещено исследование, но и будет возможность дополнения базы данных. Профессору кафедру биомедицинской инженерии и управления инновациями Инженерного института Казанского федерального университета Макариму Нафикову присуждена премия имени академика Мосолова в области сельскохозяйственных наук. Вручение именных премий состоялось в рамках заседания Президиума Академии наук Республики Татарстан. На этом все. В студии была Алина Халимова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин